Полгода назад в Селеома сгорел частный дом. Молодая семья осталась без крыши, над головой огонь уничтожил все имущество. Погибли домашние животные, две кошки и собака. Погорельцы уверены, что их жилье подожгли умышленно и даже назвали имя человека, которого подозревают. Следствие по этому делу продолжается. Слово Александры Литковой. 29 апреля Игорь Бобриков вспоминает с ужасом. В ту ночь мужчину разбудили крики жены, которая проснулась от того, что почувствовала запах дыма и услышала треск. Молодой человек попытался сам потушить возгорание. Я смотрю, что все в дыму. Я заскакиваю обратно домой, беру то, что я воды привез с колодца, забегаю с этой водой и думаю потушить, чтобы самому излечить пожару. Я начинаю все заливать и я уже слышу сам, когда уже проснулся, как бы бегал, то, что действительно у нас горит снаружи. Выйти из дома через дверь было уже невозможно. Пришлось выбить окно и выпрыгивать. Выглянули в окно, соседи горят. Мы сразу выбежали на улицу, даже соседи еще не успели вызвать пожарных, они были вообще все в панике. Хозяйка была вся в крови рука, оказывается, они выпрыгивали из окна, потому что загорелось. С другой стороны они не спали, ничего не слышали, проснулись от того, что что-то трещит. Вот, оказывается, шифер уже трещал, и вот они выпрыгивали с ребенком прямо из окна и сразу же к нам. Даже не успели пожарных, потому что были в панике, потом уже муж поехал на машине и отвез до пожарной, потому что даже телефона позвонить, куда они знали. Игорь Бобриков уверен, их дом подожгли умышленно и даже знает кто. Началось все с того, что семья Бобриковых завела собаку. Их питомец приглянулся одному из жителей села. Он начал прикармливать животное, а потом и вовсе заявил, что заберет себе. Мужчины периодически выясняли отношения, а в день накануне пожара конфликт достиг своего пика. Я ее забрал как-то раз, не выпускал ее из дома, и он пришел к нам домой. Требует, я был на работе, Анжела у меня тоже была на работе, ей об этом сказал, а, ей сказал ребенок о том, что у нас приходил тот мужик, который нашу собаку постоянно забирает и требует нашу собаку обратно. Я об этом узнаю уже вечером, подъезжаю к нему, начинаю ругаться на него, почему ты мою собаку хочешь к себе забрать. Я об этом у него с ним потолковал, я говорю, я тебе собаку свою не отдам. Забрав собаку, Игорь и предположить не мог, что следующим утром останется без крыши над головой. Пожар тушили несколько часов. Спасти собаку и двух кошек не удалось. Как предполагают погорельцы, скорее всего, они задохнулись. Она угорела, видимо, у нас. Она была в этом теплом коррелярчике, у нас жила. Она у нас угорела, видимо. А когда я уже начал бегать, тушить что-то сам, там просто вообще ничего не видно мне было. То есть у нас вот это окно, оно постоянно же у нас открыто. Я открываю дверь, как бы, даже если в такое время, то что-то хотя бы видно. А я просто открываю, там вообще ничего не видно, полностью черный дым. На следующий день молодые люди обратились с заявлением к участковому. Написали мы заявление, потом нас уже как бы начали, ну, спрашивать постоянно каждый день. В конце, ну, каждый раз нас много-много очень раз приглашали. Мы ходили, как бы, постоянно описывали то материальный ущерб, то как что было. Вот. И единственное, что нам дали бумажку о том, что нас действительно признали потерпевшим. Вот у меня у мужа была бумажка такая, что он признан потерпевшим. По факту возгорания жилого дома возбуждено уголовное дело, по которому сейчас ведется следствие. Правоохранители допрашивают очевидцев происшествия и собирают доказательную базу. В настоящее время уголовное дело находится в производстве следственного дела. В процессе расследования производятся все необходимые следственные действия, направленные на установление лица, совершившего данное преступление. Сейчас семья проживает в доме, который им предоставили знакомые. Впрочем, сгоревший дом тоже принадлежал не им, а родственникам Игоря. Дом, который он подпалил, это не наш. Нам дали пожить. Получается, мы тоже не оправдали своих надежд, что мы не могли за этим домом посмотреть. Потом, в итоге, мы остались во всем виноваты. Ну, как бы, нам говорят, что вот вы спалили туда-сюда, хотя эта вина не наша. Из спасенных вещей у погорельцев осталась только одежда, которую успели надеть. Помощь, в том числе финансовую, семье оказали неравнодушные жители округа.